Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Впервые на канале я решил сделать такой контент. Сегодня мы начинаем с вами и стартуем с новой карьеры, карьера за тренером. У нас были очень много карьер на канале именно в FIFA, где мы играли именно за клубы. В Pro Evolution нам доступна такая функция, как режим тренера. То есть я могу выстраивать план игры, покупать новых игроков, но не играть. Но не играть этими игроками, а лишь только перестраивать вроде как могу в перерыве и все такое. Так что будем прям реальным таким тренером. И подписывайтесь обязательно, сразу такую вот рекламу пущу, на мой новый игровой канал. Ссылочка на него есть в описании, а то попозже я забуду уж точно. И вам уже будет тоже потом неинтересно смотреть, можете уже выключить скорее всего там видеоролик. Итак, в чем суть? На нашем канале вышел первый выпуск, ну должен был по крайней мере выйти, карьеры за игрока. Так вот, все зависело именно от карьеры за игрока, в какой клуб меня засунут. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ролик есть на канале, должен быть еще раз повторюсь. Поэтому отталкиваясь от того, какой клуб я получил в карьере за игрока, я не хочу его повторить. Поэтому мы начнем нашу тренерскую карьеру в команде дебютанта чемпионата России. Это Ротор из Волгограда. Итак, выберем сейчас мы тренера, вот этого Арасиля. Вот, но введем именно имя главного тренера, все вот это вот, мое можно так сказать. Отлично, национальность. Давайте, чтобы не быть баснословными, мы не испанцы с вами, выберем Россию, может от этого тоже что-то зависит. Посмотрим, что ему лучше идет. Рубашка, спортивная одежда, костюм. Даже костюм ему действительно прям посолиднее так кажется. Итак, поехали. Средняя частота ранцеверов, сложность переговоров тоже средняя, начальный бюджет средний. Включим первое трансферное окно, отображение зарплаты ежегодно. Сложности игры давайте я поставлю на зиду футбола, потому что я буду все-таки играть длительность матча, пусть они 5 минут, евро и только если есть прогресс. Все, стартуем. Итак, цели в сезоне. Давайте настроим цели. Сейчас нам, естественно, мы это проскипаем. Надо постараться занять в лиге 5 место. Что скажете? 5 место, мне сразу говорят, надо заниматься таким составом у ротора, поэтому я не согласен уж точно. У нас есть я согласен. Давайте лучше попробуем на 10 место. И нам следует, что это точно даже уже на победе в лиге. Но нет, вот, 10 место, мне кажется, пойдет. Вот так вот. Потому что мы сейчас тоже будем знакомиться с составом. Давайте пресс-конференцию. Какой у вас план? У меня свои идеи. Мы хотим растить баланс, а все зависит от игроков. Но у меня свои идеи. Я за честный и чистый футбол, будем так говорить. Все. Закончили. И давайте познакомимся мы с нашей командой. На воротах у нас всеми известный нашим, именно, болельщиком и зрителем нашего канала Александр Довня. Перешел он из Оренбурга, которые вылетели в ФНЛ. ФНЛ, поэтому, вот. Итак, что у нас по центральным защитникам? На 72 вроде все нормально. Слева есть у нас Степанов. Здесь Байвев, наверное, так. Гогое, Славан Квиркуэли и Манучарян. Вот. Дальше мы идем. Здесь у нас есть Макаров. Я сразу же могу изменять. Здесь, наверное, сейчас позиции. Причем обои. Поставим сюда Писегова. Он будет на опорничке. А Олейника, именно он прям Олейник. Поставим АПЗ и ставим здесь, ну, же оно, Анонидзе. Дальше смотрим. Слева у нас слева поузвращение Х-72. Вот. Как мы видим. Никаких таких интересных игроков нету. Так, так, 57. А если мы поставим этого игрока, 56. Ну, Саплинов, Мулин, не ту разницу. Вот. Дальше. Переговоры. Мы тоже должны зайти. У нас мы видим 3 миллиона на бюджет. Это на трансферменные зарплаты 158 тысяч 300 евро. Так, сортируем по позиции, по возрастанию. И поехали. Довгня, его контракт тут истекает что-то. Так, смотрим тоже по возрасту. Нам нужен, естественно, один братарь. Вот именно вот Довгня основной. Вот Кондрич. Будет у нас как бы запасным таким. А вот Репин. Я его пока что добавлю в список аренды, чтобы он тоже получал практику. Квиркуэля, Гогуа, Байрев. Это наши основные трое. Ну. Кожемякина я бы одного бы оставил. А вот Матрикарди, 26-летнего. Я бы уж отдал тогда бы в аренду. Слева у нас целых сразу 3 игрока. Степанов я не видел. Манучарян справа у нас, походу, был. Вот. Так что, я даже не знаю. Давайте Манучаряна отдадим в аренду. Именно чисто от рейтинга отталкиваясь. Песегов у нас. Макаров, если что, на его позицию. Жигулев, Ананидзе, Олейник. Жигулев, 24. Олейнику, вот, 31 уже. Поэтому это первый игрок, которого я готов продать. Потому что у меня есть, если что, и Ананидзе, и Жигулев. Если Ананидзе травмируется, мы сразу же из атакующего полузащитника в центрального переделаем. Все нормально, мне кажется, будет. Дальше. Кто у нас там был в нападении? Я сейчас не сильно вспомню. Слева. Серьезно, прям не сильно вспомню. Ну, будем тогда от этого мы и отталкиваться. Здесь у нас три левых нападающих. И у всех 64 рейтинг. Ну, давайте самого молодого, можно так сказать. Хотя вот у него можно смотреть. Рост прям хороший такой для нападающего. Ну, левого именно. Я бы Кипьяни вот этого бы отдал бы в аренду тогда. Вот. Не знаю почему. Серченков. Ну, это вот замена Давитяшвили. Ну, и здесь у нас Никел Тадзе уходит тоже в аренду. Потому что если игроков, значит, возьмут в аренду, нам эту прибыль тоже принесет. Поэтому все будет замечательно. Так, план игры еще раз смотрим. У меня справа играет Ману Чарян. Кажи Мякин может, кстати, справа. А Ману Чарян у меня. Так, давайте я не знаю, что делать. Вот вообще честно. Ману Чаряна давайте я верну. Пусть он уж так и стоит 61-м. Не будем затрагивать его. Данные игрока. ЛПЗшник. А как посмотреть их настоящую позицию? Потому что, например, Ману Чарян на один рейтинг у него выше даже центрального защитника, нежели чем флангового. Ну, не суть. В общем, мы сразу видим, что нам нужен правый защитник, потому что у нас их вообще абсолютно нет в команде. Вот. Офис главного тренера. Это мы быстренько сейчас прочитаем. Будем мы с вами отыгрывать примерно по месяцам. Каждый выпуск это один месяц. Чтобы вы тоже понимали. И давайте начнем тогда переговоры. Либо будем сейчас мы покупать кого-то, либо в аренду возьмем каких-нибудь молодых. Позиция. Позиция правого крайнего защитника. Ну и начнем, естественно, с чемпионата России. Потому что, ну, мне кажется, Ротеру далеко до других там клубов смотреть. На другие вообще лиги. Есть правые. Так, у Циеву 72, Адамов есть 64. Я добавлю пока что в список. Вот. Сейчас мы просто посмотрим. Так, еще раз, чтобы я запомнил. Если что, рейтинг и возраст. Адамов 21 год, 64 рейтинг. 21 год, 64 рейтинг. 21 год, 64 рейтинг. 21 год, 64. Есть Бауэр, немец. Его тоже добавлю тогда в список. Так, сколько Бауэр вот сейчас лет я не посмотрел. 72, 25. 25 лет, 72 рейтинг. 72 рейтинг, 25 лет. В ЦСКА, может, кто-нибудь есть. Хотя, вряд ли. В ЦСКА не играют с флангами. Хотя, ну вот, Марио Фернандеш, ну это все. Ну это вообще не про этот был вариант, конечно. Марио Фернандеш. Ни в каком случае, я бы даже, если бы, были бы деньги, не стал бы его покупать. Потому что, ну это прям, это часть ЦСКА. И очень тяжело будет забирать такого игрока. 26, 75. Ну, 31 это уже сразу нет. Морозово тогда давайте мы тоже добавим в список, если что. Итак, в Химках. В Химках есть Тихий. Вот. И есть Кирилл Баженов. Давайте я Баженова добавлю все-таки. Кто знает карьеру за игрока, я там рассказывал, что Кирилл Баженов это мой земляк. В Краснодаре. Ну там Петров сейчас, Смольников, поэтому. Не знаю, как будут ли тут вообще. 29. Давайте я Петрова добавлю. Просто может действительно в аренду. Ну, зарплату мы вряд ли, конечно, потянем. Но некоторых игроков должны, мне кажется, потянуть. Локомотив. Рассадник, можно сказать, молодежи. Игнатьев. 79. Живоглядов. Рот. Ну, и вот именно тут Живоглядов бы только бы добавил. Я тоже. Мне очень интересно, как мы будем все это проворачивать. Либо в аренду действительно на сезон. Либо сразу покупать. Я бы делал сразу же акцент на покупку, чтобы нам укреплять позиции сразу, а не на сезон. Только Козлов, но он старенький. Логашов тоже уже такой прям возраст. Но Ковалев низкий, прям рейтинг. Так, зачем-то я вышел. Слава богу, осталось здесь. Так, ну и в Рубине теперь поищем. Так, мы видим, что не играет вообще Рубин. Похоже, с фланговыми защитниками. Потому что у них тоже нет правого. В Сочи. Так, в Сочи есть Калугин. 71 рейтинг, 22 года. Есть Маргасов, есть Зайка. Но я бы Калугину взял. Действительно, возраст тоже такой хороший. И на самом деле интересный тоже игрок. После Сочи мы перебираемся быстренько к Спартаку. У них Тещенко. У них есть Рассказов. У них есть Маслов. Поэтому я бы вот, рассказывая Маслов, обоих бы добавил. Потому что, как болельщик российского футбола, я все-таки слежу немножко за матчами Спартака тоже. И они оба играют. За Спартак прям не просто числятся в команде. Именно прям выходят на поле. Рыбин, 32. Шляков. Ну, нет. Тамбов сами второй сезон подряд в чемпионате России. А укрепления тоже пока что не делали никаких. Уфа. Ну, даже не знаю, что насчет Уфы. Данченко есть. 26. Причем давайте вот добавим интересный тоже игрок. В Урал заглянем. Кулаков. Ну, нет. Это прям сразу на сонке. Ну, это прям низкий рейтинг. Так, ну и последний, естественно, команда. Мы пробежались по 15. Это Зенит. Так мы, скорее всего, и будем все трансферы делать. Смотреть по позициям. Именно в таких вот, во всех клубах чемпионата России есть. Караваев, Терентьев, Сандарчук. Ну, Терентьев. Нет, это очень низкий рейтинг. У нас даже 68, вроде бы, игрок. Поэтому все. Всех мы глянули. Теперь давайте игроки в списке. И будем, если что, вот убирать. У нас есть Баженов. Но Баженова я, пожалуй, сразу уберу. Вот. Как я уберу? Также Адамова. И Маслова. Вот. Потому что. Я зайду на всякий случай, это все-таки проверю. Управление командой. План игры. Вот. У нас 61. Ой, а что это так? Зря я что-то, наверное, там поубирал. Надо Баженова вернуть. Маслова. Что-то я прям. Я думал, у нас действительно там 68 игрок. Так. Ну и Баженова все. Маслова тогда я не буду, если что, добавлять. Вот. Поехали. Смотрим. Теперь мы именно игроков в списке. Так. Где-нибудь там цену, что-нибудь такое посмотреть. Видим мы, что идет уже Петров на спад. Морозов растет рейтинг. Рассказов растет. Поэтому Петрова давайте я уберу. Хоть у него и самый высокий рейтинг, но нет. Мне бы на будущее тоже бы хотелось. Ну и Баженов мы тоже видим. Самый здесь молодой. На правом защитнике на Б выступает, кстати. Я даже не знаю. Тогда, наверное, нам надо именно смотреть. Так. Ну и даже не знаю. Вы посмотрите. У нас хватает на самом деле на Николая Рассказова. Но нам надо именно... Так. Настройка бюджета где-то там была, да. Зарплатный бюджет. Зарплатный, зарплатный. Я прям все сейчас в зарплату пущу. Ну и просто уже переводим время. Мы ждем, когда нам сейчас будут приходить предложения. Так. Сейчас у нас... Я даже не знаю, как посмотреть здесь число на самом деле. Но вот здесь, наверное, только, да. 16 августа. Работа скаутов у нас здесь работает. Ну вот. Кого-то, кстати, нашли. Хумит какой-то еще. Вот. 21 год ему. Я добавлю. Вот просто добавлю Хумита. Потому что он мне скаут нашел правозащитника. Поехали. Байрев. Полный трансер. Я его никуда не выставил. Поэтому нет. Вот таких игроков, которых я никуда не выставлял. Я их никуда не собираюсь. Али никому вроде как... Да. На трансер. У него... Ну здесь это что такое? Это надо повторный. Потому что они что-то мало. Он полтора миллиона стоит. А они... Давайте миллион двести хотя бы. Деньги-то мне тоже на самом деле нужны. И все. Два трансера нам только пришло сообщение. А этот все. Так, симулируем дальше. Итак, прошло у нас три дня. И пока что Манучарян в аренду. В Оренбург. Вот. Я добавил эту команду. Ну что же. Проверим на всякий случай. Да, я его выставил в аренду. Поэтому давайте допримем. Почему бы и нет. Вот. Вот и нам добавили в бюджет. Правда, эти деньги? Ну не суть. Миллион сто. Ну это хоть какие-то деньги. Да. Поэтому давайте я принимаю. Олейника мы продаем. Все. Отлично. Зарплатный бюджет нам повышается. Поэтому сейчас мы чуть попозже. Но будем подписывать, скорее всего, Рассказово. Я надеюсь, что у нас получится. Все. Ну и давайте еще немножечко. Так. Когда у нас там матч? У нас матч 22-го против Арсенала уже. Поэтому я надеюсь, мы успеем купить Рассказово. Итак, переговоры. Так, 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 так. Кипиани. Выставили мы его в аренду. Да, мы его выставили. Мы его выставили действительно на 6 месяцев. А есть повторные переговоры в течение года. Типа, я не хочу. Вот, пожалуйста. Я не хочу его, типа, на полгода. Лучше на весь сезон бы его забрали. Так. Игроки в списке. Николай Рассказов. Подать. Сколько он там зарплату требовал? Он 500 прям требовал. Так, я вообще на самом деле могу. А где вообще? Если вы платите всю сумму по условиям расторжения, не нужно будет договариваться с его клубом насчет цены. А я не вижу, типа, 2 миллиона 70, это его прям цена. Давайте я тогда прям вот так вот договоримся. Все. Ну, это немного прям зарассказываю. Ему 22 года, 75 рейтинг. Он будет прям определенным лидером, если нам получится его, конечно, подписать прям сразу. Вызов в национальную сборную. А где вообще это вот? Напишите в комментариях, смотреть-то можно. Кого в сборную вызывают. Так, поехали. Сейчас у нас сразу же матч. Не знаю, успеем ли мы договориться с Рассказовым. Может быть и нет даже. Что вы чувствуете перед первым матчем? Возьмем хороший старт. Будет легче завоевать титул. Фанаты будут нами гордиться. Мы готовы к этому противостоянию. Ну, вот это, наверное, больше здесь подходит. И все, друзья. Все на этом. Мы стартуем. Не получилось нам пока что подписать вовремя, так сказать, нашего игрока. Рассказово, напоминаю. Но будет у нас, скорее всего, теперь тогда играть Кожемякин справа. Потому что мы нашего левого защитника отдали, я так понял, в аренду. Вот. Его не было на своей позиции. Вот они, наши все игроки. Еще раз быстренько я пробегу здесь по рейтингу посмотреть. Мулин 71. Давайте я Мулина поставлю тогда, потому что у нас 55 хотя бы радость. Там какая-то вот эта вот сыгранность. Не знаю, что это дает. Настрой просто. Так. Ну и все. Будем вот таким составом мы играть. Перейти к матчу в регионе режим тренер. Поехали. Режим тренер позволяет вам пробовать себя в роли главного тренера, делать замены игроков и разрабатывать стратегии. В этом режиме непосредственно управлять игроками нельзя. Да, да. Значит, нам уже написали, что мы с вами можем вносить изменения там в перерыве. Но вот, играть за них нельзя. Ну, что я и хотел. Итак, у клуба Арсенал Тула сильный состав, но это не значит, что их нужно боять. Сегодня болельщики будут поддерживать нас за все силы. Так, давайте же их порадуем. Мы все-таки играем дома, друзья. Все. Мы играем дома. Формы. Замечательные. План игры я еще раз гляну. И это всем, вот этих всех игроков я могу выпускать. Почему такая большая скамейка запасных, вот у меня, мне интересно. Итак, мы на замечательном стадионе Волгоград-Арена. Очень прям, друзья, действительно он похож, конечно же. Долг мне наш разминается. Надеюсь, сегодня у нас получится. Но минимум одно очко уж точно мы должны сегодня с вами забирать, мне кажется, с такой-то командой. Итак, да, на ускорение будем играть. Ну и вот так, вы серьезно? Девятая минута, и Арсенал забивает. Сергей Ткачев, игрок вроде ЦСКА, в аренде сейчас выступает в Туле. Уже какой сезон там? Второй, третий. Ну и вот мы пропускаем. Первый пропущен наш гол. Довбня вообще никак здесь не сыграл. Все, друзья, после первого тайма мы пока что все так же и проигрываем 1-0. Единственный гол забил в начале тайма Сергей Ткачев. Два удара, два в створ у Арсенала. У нас пока что все по нулям. И все, друзья, заканчивается у нас первый матч. Мы проигрываем дома, Тульскому Арсеналу, со счетом 1-0. Больше практически еще один момент создал Тульский Арсенал. Вот, два удара, два в створ. Один гол они забили, и все. Во втором тайме они не нанесли ни одного нам удара. Мы попытались, один удар нанесли, но не в створ. Вот, но игра, конечно, была тяжелая все-таки против тульской команды. После первого тура и вот этому поражению в один мяч мы находимся сейчас на девятой строчке. Разделяем ее с Динамой Москва и Тамбовом. Итак, нам пришли переговоры рассказов. А он, переговоры сорвались, провалились. Вот, а он не видит себя в нашем клубе. Ну ладно, 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 я тебе это напомню, если что. Морозов. Что по Морозову? Он не откажется перейти в наш клуб, где ему будет отведена ТРПР роль. Так, а у него сколько выплата? Я не знаю даже. Ну давайте миллион шестьсот попробуем за него заплатить. Отправили мы Морозову предложение. Давайте, может, еще сразу кому-нибудь предложим. Так, ну очень прям все интересно, конечно. Я думаю, конечно, может быть Живоглядова, либо Данченко. Вот, у них и возраст одинаковый и рейтинг, так что здесь... Да тут у них и рост даже одинаковый, но Живоглядов на килограмм побольше. Поэтому посмотрим сейчас, что да как там. Но это именно его игрока не устраивает, понятно почему. Вот. Поэтому давайте посмотрим, что по Данченко. Наше текущее предложение его не впечатлило. Бауэр. Два восемьсот попробуем заплатить. Зарплату триста семь. Три года компенсацию за переход. Вот ему сделаем. Ну три шестьсот. Бонусы ему добавим. Тоже отправим. Посмотрим, что будет. Калугин. Тоже вот. Посмотрим насчет него. Предложение его тоже вот не впечатлило. Семьсот девяносто два можно за него просто заплатить и все. Триста так и оставим. На три года. Тоже давайте там им бонусы все по тысяче поставим. Ну вот за сухие ворот тысяча сто еще. Вот. Калугину мы тоже отправили. Ну и пока что подождем. Не буду пока что игрокам с рейтингом ниже семидесяти отправлять что-либо. Матрикарди. Трансферная политика. Да, мы его выставляли. Поэтому мы естественно принимаем так на год. Да, значит все замечательно. Все нам добавили в бюджет на трансферы. И кипяне завершились. Повторные переговоры. Срок его аренды продлен до одного года. Отлично. Все, мы его тоже отпускаем. И все. Офис главного тренера. Быстренько это прощелкали. Ну и движемся дальше. Сколько у нас там еще матч осталось в августе, я так понимаю. Один последний матч. Второй тур. Ну и сейчас здесь на Лионель Месси получит награду лучших футболистей Европы. Поехали по переговорам. Посмотрим. Морозов. Переговоры провалились, провалились и провалились. То есть все. Все они втроем нам отказали. Нам есть еще два вот предложения таких варианта. Это Хумит. В клубе этого игрока не против продать его нам. Может тогда, раз они не против, то мы и за миллиончик тогда попробуем вторговаться. Типа что, деньги уж тратить направо-налево. На три года. Вот. Просто без бонусов. Так уж отправим. Ну а Кирилл Баженов, скорее всего, я его просто удалю из списка. Потому что нам именно нужен чистый правый защитник. А Баженов немного там правый все-таки нападающий. Поэтому работа скаута не прошла даром. Не получилось у нас, правда, подписать игрока из российского чемпионата. Но легионерчика такого тоже будет интересно видеть в нашей команде. Тем более, вот против Сочи играем. Тоже очень хорошая команда. Хоть и ушел от них Кокорин. Вот. Закончилась у него, точнее, аренда. Вот. Поэтому мы сейчас посмотрим. Глянем давайте. Сочи находится на 13-й строчке. Ну, разделяю, так сказать, строчку. Они проиграли с счетом 2-0. Вот. И Спартак, Ахматов, Урал, Сочи. Вместе с ними на одной строчке. Мы сейчас играем на выезде. Первая наша выездная игра. Управление командой. Посмотрим план игры. Так, Довбни, это понятно. Да, Муромский. Так и остается. Макаров. Так, а что будет, если я вот... Нет, рейтинг прям уже падает. Здесь тоже падает. Понятно. Серченков. Серченко вот или Жигулев. Я вот честно не знаю. Ладно, пусть Жигулев остается. Писегов, Анонидзе. Да, Витя Ашвили. Ну и Мулин у нас в нападении. Я могу, конечно, вместо Мулина Микелтадзе поставить. Нет, Саплинова, Саплинова. Вот. Просто посмотрим. Потому что Мулин, ну, никак себе не показал. Вот. Просто поменяю немножко. Все, мы переходим ко второму туру. Сегодня это последний матч в сегодняшнем выпуске. Поехали. Итак, мы на замечательном стадионе Фишт. Мы в городе Сочи. Фишт Олимпик Стадиум. Принимает нас домашняя команда Сочи. Очень хорошо она провела трансферную политику. Ну, потому что многие, естественно, ну, это шутки просто. Но на самом деле где-то в каждой шутке все-таки есть доля правды. И Сочи является практически, ну, фарм-клубом Зенита. И все. После первого тайма. Счет у нас 0-0. И меня на самом деле-то это устраивает. Но все-таки давайте уж дам я шанс тогда. Рассаплинов ничего не показал. Мулину. Вот. Тем более с Мулиным у нас в составе 55 вместо 54. Настрой. Подача пошла неплохая. Но защитники. Сочи быстро выбивают мяч. Идут в контратаку. Удар. И это гол. И это гол. Забивает нам никто. Другой, как Антон Заболот. Естественно. Кто как не он. 61-я минута. Мы пропускаем. Быстрая контратака пошла от Сочи. И вот пропустили. Защитники. Такого вот мастеровитого нападающего. Вот. Смотрите. Никто, во-первых, и ассистента не держал. Да и здесь. С левой ноги в дальний угол пробивает. Долг мне не тащит этот удар. И все, друзья. Заканчивается для нас второй матч. И это последний матч в сегодняшнем выпуске. И снова поражение минимальное. Причем Антон Заболотный забил нам во второй половине встречи. И все. Ни одного даже удара не смог ротор нанести. Вот она проблема нападения. После двух туров мы упали. С восьмой вроде строчки на тринадцатую. И теперь разделяем ее вместе с Тамбовым. У нас два поражения. Со счетом 2-0. Можно так сказать. 0-2. Вот. Ну и пока что результаты очень удручающие. Итак, переговоры. Давайте посмотрим. Работу скаутов нам еще кого-то там нашли. И так, глянем мы. 67-го нам теперь правого защитника нашли. 67-го. А с каким я веду переговоры? Тоже 67-й. Прицеп другой команды снова предлагает свои условия. Ну чуть подороже, да, они предлагают. Поэтому давайте мы принимаем. Все. Мы подписали правого себе защитника. Наш первый трансер. Это Хюмит. Вот. 21-летний получается парагваец. Переходим в управление командой. И теперь вместо вот Кожемякина у нас будет играть. Так, он еще, наверное, не присоединился. Да, но это понятно. Сейчас еще, наверное, должно быть сейчас представление у ротора. Все-таки игрок с рейтингом 67 присоединяется к команде. А может быть и нет. Ну, долго все-таки тоже из парагвая лететь к нам. Я не знаю даже в каком он чемпионате играл. Вот. Футбольный клуб Ротор. Подписываем игрока. Все, пропустим. Это управление командой. Давайте перейдем все-таки в план игры. Вот. Хюмит у нас теперь. Вместо Кожемякина мы его ставим. Ну и теперь тоже мы смотрим. Надо нам искать правого полузащитника. К нам в команду. Либо правого нападающего. Переходите в более такую вот схему. Если мы перейдем в эту схему. То, например, его сюда. Вот. Примерно сюда. Левый нападающий он 68 рейтинга становится. И это все равно больше, чем другой кто-либо. Вот. Давайте попробуем. Может быть. Ну вот. 58 у нас было. Вот. Вот так вот поставим мы Жигулева. Вот. И так тоже 58. Ну то есть. Я не знаю. Так. Жигулев у нас вообще центральный полузащитник мы видим. Поэтому будем. Значит мы укреплять теперь правого нападающего. Будет наша цель. Ну и в моей команде сейчас вот. Ну да. Хюмита что мы подписали. Есть там кто-нибудь еще? Нет. Все. Работа скаута давайте тогда. Нам он не находил. Работу скаутов добавим. Укрепления нет. Нам надо именно вот. Нападение понял. Правый нападающий. Все. Денюжки у нас есть на самом деле. Поэтому. Ну. Не в это уже получается. Трансерное окно уж точно. Но все-таки. Вот такие дела. Хюмит присоединился. Кверквейли перейдет в другой клуб. Почему-то Удинезе интересуется. Давайте пропустим. По часику будем идти. Итак. Предложение аренды. Сандри Юджуки. Это какой-то норвежский вроде клуб. Эмблемку я точно так увидел. Репина мы отдаем в аренду. Кверквейли хотят купить у нас с Абудинезе. Это мы отменяем естественный переговор. Переговоры. Байрев. А в полную. Так. Мы его никуда нет. Поэтому у нас Байрев. Остается. Ну и все. Пока что. Молча. Мы заканчиваем потихонечку. Там часики пропускаем. Потому что у нас есть все-таки еще игроки. Которых нам надо отдать в аренду. Так. Серченкова у нас хотят именно в полный трансер забрать. А я Серченкова вообще никуда не выставлял. Поэтому нет там Бов-то хотел подписать. Но нет. Мы отклоняем. Все. Завершаются у нас трансеры. Больше никаких мы не получали предложений даже. Поэтому все на этом. Выпуск сейчас мы первый завершим. Первую серию так сказать карьеры за тренера. Ну и естественно мы ее начнем. Вот с кубкового матча. Сразу против Спартака. 12 числа. Вот. Управление команды. Переговоры здесь какие-то появились. Моя команда. Песегова хотят взять Болориент. А мы не собираемся. Нет. Мы его даже не выставляли. Поэтому это мы отклоняем. Но работу скаутов пока что вот ждем. Офис главного тренера. Усталость игроков некоторых. Так. Давайте посмотрим. Так. Это не то где-то. Ладно. Мне суть это важно. Я бы хотел сейчас посмотреть. Сборное месяца в чемпионате России в августе. Ионов Мамаев из Ростова. Так. Слева в нападении можно сказать. Дугла Сантос. Единственный игрок из Зенита. Магнусон. Влашич. Два вот игрока из ЦСКА. Крыховик. Гильерми. Два игрока из Локомотива. Дальше. Уремович. И Игнатьев из Рубина. Ткачев. Который забил нам. Попал в команду месяца. И Данченко. Который мы вроде как собирались даже подписывать. Попал в команду месяца. Вот такие вот дела. Ну что ж друзья. Да. Дальше у нас идет уже матч против Спартака. На этом мы с вами и закончим. Давайте без проблем мы посмотрим с кем у нас будет следующий выпуск. С кем следующие матчи. Со Спартаком в кубке мы играем дома. Дальше дома мы играем против Зенита. Третий тур чемпионата России. Дальше играем против Динамо. На выезде. Домашняя игра против Уфы. И все. Ну то есть 4 матча уже. В 2 раза больше чем в этом выпуске. Так что я жду ваши все таки друзья поддержки. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые теперь у нас уходят по субботам. Подписывайтесь также на мой новый игровой канал. Ссылочка есть в описании. С вами был Андрей канал Футбол. Это Жит. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok